Тайны Санктуария. Часть шестая. Война греха. Начало. Силы, стоящие за двумя самыми могущественными культами Санктуария, искренне верили, что их собственная победа – это лишь вопрос времени. Но и те, и другие не ожидали того, что произошло спустя годы их борьбы. В игру вступила Лилит. Будучи крайне хитрой и умной, она реализовывала свой план, пытаясь помешать Энарию и Триумвирату Зла выиграть эту, пока еще тайную войну за души жителей Санктуария. Ее целью в этих планах был ничем не приметный фермер Ульдиссиан, который даже не подозревал о том, какую роль ему предстоит сыграть. Для того, чтобы лучше понять суть происходившего, слушателю необходимо полностью погрузиться в повествование. А в нем, как вы понимаете, не обойдется без важных мелочей. Однако кое-что, чтобы вас не обременять, все же будет упущено. Как бы там ни было, до сих пор остается неясным, почему Лилит выбрала именно Ульдиссиана. Но пускай история идет в логической последовательности, события торопить не стоит. Ульдиссиан, как уже говорилось, всю жизнь проработал на ферме, которая находилась недалеко от городка Серам. В тот самый день, когда все началось, Ульдиссиан приехал в Серам, чтобы пополнить свои запасы. И пока его заказ готовился, он заглянул в местную таверну, чтобы в тишине посидеть за бокалом пива. Однако его одиночество прервал человек, которого Ульдиссиан увидеть вовсе не хотелось. Этим человеком был странствующий проповедник Собора Света. Чтобы слушатель понимал мотивы Ульдиссиана, стоит упомянуть о причинах его ненависти к религиозным сектам, а в особенности к храму Триединства и Собору Света. В сложное для людей время, когда жители Серама и окрестностей потрепало эпидемией, никто из проповедников не сумел помочь простым людям. Ульдиссиан тогда потерял всю свою семью. В живых остался лишь его младший брат Менди. А проповедники же лишь ходили и предлагали присоединиться к их вероучению. Горечь утраты родных отложилась в памяти Ульдиссиана. И с тех пор он всячески пытался избегать этих пустословов. И вот сейчас один из них пытался ему что-то доказать. Ульдиссиан едва не сорвался на того прямо в таверне, на глазах у всех посетителей. Остановился он лишь потому, что боялся за хозяина таверны. Ведь у Собора Света были также и отряды Инквизиции, которые могли запросто наказать невиновного. После этого фермер заглянул к местному торговцу Сайрусу, чтобы забрать свой заказ припасов. Здесь как раз находился торговый обоз, поэтому вокруг было немного шумно. Ульдиссиана встретила Серентия, дочь торговца. Но даже тут ему не было покоя от ненавистных культистов. Вокруг крутились два проповедника храма Триединого. И это было странно, ведь они постоянно путешествовали втроем. Однако этот вопрос не волновал Ульдиссиана. Он вышел на улицу в ожидании своих припасов, чтобы случаем опять не повздорить. Возле обоза он встретил благородную даму, которая представилась лилией. В это самое время брат Ульдиссиана Мендель и их общий друг охотник Ахилий находились в лесу, где обнаружилась странная и непостижимая вещица. Предмет был непонятный и покрыт различными неизвестными символами. Мендель коснулся предмета и очнулся от того, что Ахилий его трясет. В итоге они решили спрятать находку и вернуться в Серам, вокруг которого назревала буря. Ульдиссиан ожидал своего брата, всматриваясь вглубь леса. Но вместо него он заметил девушку, которой оказалась лилия, бредущая из Серама. Беспокоясь, фермер подошел к ней, но та испуганно смотрела в кусты. Ульдиссиан подошел рассмотреть поближе и к своему ужасу обнаружил там тело замученного проповедника храма Триединого, вероятно того самого, который отсутствовал среди своих товарищей. И пока лилия приходила в себя после обморока, к ним из леса вышли Мендель и Ахилий. После короткого разговора они решили идти в Серам, дабы сообщить властям о случившемся. Ульдиссиан же отнес лилию в таверну, но к его ужасу, когда он выходил оттуда, внизу его ждали стражники. Фермера прямо обвиняли в убийстве. Но ведь он был невиновен. Что для него на самом деле стало сюрпризом, так это то, что случилось еще одно убийство. Проповедника Собора Света. И убит он был ножом ульдиссиана. В результате фермер попал в темницу. И пока он там сидел, его навестила лилия, которая рассказала о бесчинствах сект над ее семьей. И как она убежала прочь от прошлой жизни в поисках спасения. Этот рассказ еще больше убедил ульдиссиана, что его ненависть к культистам обоснована. Тем временем, прознав о случившемся, в Сирам прибыл отряд инквизиторов Собора Света, во главе которых стоял главный инквизитор, брат Микелий. Первым делом он направился к месту захоронения их брата и почувствовал, что могила осквернена. С тех пор, как Мендельн дотронулся до неизвестного артефакта, он трижды терял сознание. Он готов был дать руку на отсечение, что во время этого он видел часть происходящего при убийстве проповедника. А придя в себя, он ничего не помнил. При этом, его руки были черными от грязи. Ульдиссиана вывели на улицу, где его уже ожидал инквизитор. Брат Микелий уже все решил и готовился привести приговор в исполнение. Однако в небе разразился гром, и в тот же час молния снизошла с небес, испепелив главного инквизитора. Разрасталась буря. Ульдиссиан же бежал в лес вместе с Лилией. Вышло так, что она упала и подвернула ногу. Фермер взял ее на руки и думал о том, что со всем этим делать. И вдруг ее лодыжка исцелилась. Девушка предположила, что это Ульдиссиан исцелил ее. Но в таком случае выходит, что и бурю вызвал тоже он. Все это справедливо походило на вред. Поэтому Лилия предложила проверить эту догадку и попробовать унять бурю. Ульдиссиан не успел об этом подумать, как... Буря утихла. К сожалению, отец Серенции погиб во время бури. Ахиллий, став свидетелем этого, дабы спасти саму Серенцию, вел ее в лес. Мендельн же попал в Сирам уже после бури. И его тут же схватили оставшиеся в живых инквизиторы, как брата преступника. Они приказали ему выдать Ульдиссиана. А после отказа решили силы заставить его сделать это. Ульдиссиан почувствовал, что с братом что-то случилось, и вернулся в Сирам. Исполненный ненавистью на этих людей, он своей новообретенной силой сокрушил их, освобождая брата. При этом жители Сирама по понятным причинам стали опасаться его. Ульдиссиану ничего не оставалось, кроме как забрать брата с собой и покинуть Сирам. На юго-восток их повела за собой Лилия. Вот так началась история, исход которой навсегда изменил положение дела во всей Вселенной и в Санктуарии в целом. Возможно, рассказ показался вам затянутым. Что ж, может быть это и так. Однако, лишь в таком случае слушатель сможет понять все то, что руководило этими людьми в то или иное время. Продолжение следует. Видео создано командой XDelayed. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter и паблик ВКонтакте. Субтитры создавал DimaTorzok